Бегония Мессена уход в домашних условиях Бегония это точно то растение, которое можно найти практически в каждом доме. И спорю, что любой из нас в детстве любил ее необычные на ощупь листья. Видов этого растения очень много, начисляется до 1400. При этом у каждого вида свой характерный окрас листа. Иногда варьируется его размер, иногда особенности формы. В любом случае нужно ознакомиться с основными правилами ухода за бегонией. Вы купили бегонию и нужно ее пересадить, либо вообще посадить. Для этого рекомендуем использовать почву для азалий, она лучше всего подойдет в этом деле. Как вариант, можете попробовать себя в роли садовода и самостоятельно смешать субстрат для бегонии. Для этого вам понадобится торф, перлит, сфагнум, можно добавить вермикулит, а также любую садовую землю. Эти ингредиенты смешайте в равных количествах. Можете приобрести специальную готовую почву в магазине. Она в основном будет на основе торфа, но он также годится для посадки или пересадки бегонии. Одной из особенностей, как высаживать бегонию, является ее посадка во влажный грунт. Но будьте внимательны, именно во влажный, а не мокрый. Бегония вообще очень капризная барышня насчет влаги. Чуть перельете, добавите больше воды, чем следует, или что того хуже, дадите ей остаться и активировать гнильные процессы. Бегония такого не потерпит и долго радовать вас не будет. Поэтому, промочив грунт, слейте оставшуюся воду, чтобы почва не была мокрая, и затем высаживайте бегонию. Что касается параметров освещения, то подойдет интенсивный, но рассеянный свет. Летом не ставьте ее на южные окна, она просто пересохнет. А будете часто лить, загниет. Поэтому выберите оптимальный вариант, восточные или западные окна, и будьте спокойны. Зимой же, когда так мало солнечного света и тепла, разместите ее на восточных или южных окнах. Этому она точно обрадуется. Температуру бегония любит среднекомнатную, то есть около 22-24 градусов. Благодаря ей, почва у бегонии хорошо успевает просохнуть на пару сантиметров от верха, что послужит хорошим признаком, что ее надо поливать. В поливе соблюдайте график и следите, когда почва будет придатна. Бывает и такое, что земля пересохла, и вы не доглядели за временем, когда надо было полить. Ничего страшного, просто поставьте горшочек с бегонии в воду на какое-то время, чтобы немного вернуть влаги. Можете сделать это несколько раз, но не лейте воду сверху, из-под крана или другим способом. Просто окуните, задержите и выньте. Весной бегонию обычно удобряют около двух раз в две недели. Не делайте частые подкормки, чтобы бегония не сбунтовалась от чрезмерных питательных веществ. Зимой и даже с начала осени вносить субстрат бегониям перестают, но исключением являются именно те виды растений, которые цветут зимой. У бегонии Мессена аналогичные требования, которые мы с вами перечислили. Их верное и последовательное соблюдение поможет вам вырастить красивое комнатное растение. Когда горшок для бегонии будет слишком тесный, ее можно пересадить. Делать это надо не в период активного роста, а спустя какое-то время. Использовать тот же субстрат для пересадки, который мы уже описали. Не заливать, не ставить на сквозняки и не размещать под палящее солнце. Если помещение в летний период будет слишком душно и влажно, уменьшите частоту полива и открывайте окна, чтобы был свежий воздух для бегоний.